Вчера читал Евангелие от Матфея, и там вопрос такой возник по поводу крещения. Получается, что Иисус крестился в возрасте 30 лет, дабы показать нам все этапы грехов. Когда ты юный, ты несмышленный и совершаешь грехи. Когда ты маленький, ты несмышленный, совершаешь грехи. Когда ты юный, ты по своей буйности совершаешь. И вопрос в чем? Не стоит ли креститься людям в 30 лет? Да были такие. Были такие, только не надо забывать, что написано в Библии, что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. Ничто. Но если не что, то давайте посмотрим внизу. Это вершина. Конкретно. Дети рождаются во грехах. Давид говорит в 50-й Псалоне. В беззаконии защития во грехе родила меня мать моя. 7 стих. В беззаконии во грехах. 14 глава 4 стих книга Иова. И говорит, кто родится чистым от нечистого? Не один. 1 Коринфянам 7 глава 14 стих. Прямо об этом говорит. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему? А не крещеная в семье верующей. А крещение, оно было прообразовано обрезанием. А обрезание делали в 8 день. А откуда это известно? По всланию Колоссянам 2 глава 11 стих. Прямо говорится. Мы, христиане, обрезаны обрезанием нерукотворенным, с овлечением греховного тела, быв крещены. А в крещении омывается всякий грех. 22 глава 16 стих. Деяние апостола говорит. Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. 2.38 Деяния апостола. Петр говорит. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Значит, человек грешный. А до 30 лет Господь, Он безгрешный. Написано, един, свят, един, Господь Иисус Христос. Один. За всю мировую историю только один без греха родился. А почему? Он Бог. Второе лицо Божества. И поэтому первые христиане, которые говорили, что если человек после крещения согрешает, то он должен наплакать столько слез, сколько в этой воде. Ну, вот сегодня-то еще можно наплакать. Мокрой ладошкой проведут и... А ведь крестились-то в реке. И поэтому... Вот я... Ну... Разрешите еще раз вопрос. Я имею в виду, вот креститься, мне кажется, нужно в сознательном возрасте, когда уже за 30. Ну, в 30 или... Или за 30, когда уже сознательный ты. Да не по сознательный. Давайте дальше говорить. До 30 лет люди умирают или нет? Умирают. Умирают. Да много умирают-то. А он об грехах. И что дальше? Что ж не договариваете-то? А ничто нечистое не войдет. Ни один грешник, не омытый от грехов, не войдет в Царство Небесное. А он не понимает. Ребенок восьмидневный ничего не понимал в Израиле. Написано, кто не будет обрезан, да истребится душа та из народа. Пришли проверять, а ребенок не обрезан. Никто не разговаривает. Он должен быть убитым. Вот я вам говорю, не как где-то. А 12 глава, 3 стих бытие. Бог избрал народ свой. Необрезанных ни одного не было. А обрезали восьмой день. А это прообраз крещения. И вот считаем, кто обратился и крестился сам и весь дом его. А что, в доме родителей это не было роженых, не было детей. У них было еще и многоженство. Это сегодня один ребенок и все. А тогда крестился сам он и весь дом его. Весь. И поэтому, конечно, крестить надо только там, где родители думают воспитывать. Верующие. А неверующие этого никакого значения не имеют. Он тут же погружается во грех. А смотреть на то, что в 30 лет Господь, я вам отвечаю, он безгрешен. Вы меня слышите? Да. Ну, если он безгрешен, а мы-то грешные. Я сколько мест Писания вам привел? Ребенок рождается грешный. Кто родится чистым? Кто? Точка. Не один. Точка. И вот 14 глав 4 стих. Вы верите в Библию? Да. Ну, все, вопрос снятый. Не один. А раз он во грехах, значит, ничто не войдет в Царство Небесное. И церковь посмотрел так. Да, так, конечно, надо в сознание. Но до сознания-то пока дойдешь 30 лет-то, там уже ничего и нет. В 30 лет уже изблудятся. В 6 классе уже эту ученицу называют на вторую букву алфавита. Сейчас есть такое. Так. Благодарю. Аллилуйя. Вопрос у кого еще есть? Отхожу. Вопросов нет. Вопрос у кого еще есть? Вопрос у кого еще есть? Вопрос у кого еще есть? Вопрос у кого еще есть?